Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Углук! Я надеюсь, что вы подпишетесь, нажмёте на колокольчик и поставите лайк этому ролику. Как вы уже догадались по названию, сегодня мы с помощью третьего Варкрафта перенесёмся в медиафраншизу Resident Evil. И, честно говоря, мне нравится всё, что связано с зомби-апокалипсисом. Даже в своё время увлекался книгами на эту тему. Эпоха мёртвых, например. Любил я такое читать тёмными осенними вечерами. Атмосферно! Дорогие друзья, не буду долго затягивать, усаживайтесь поудобней, всем приятного погружения! Но перед тем, как мы начнём, хочу сообщить интересную новость. На игровом проекте Вовсёркл идёт открытое бета-тестирование World of Warcraft Битва за Азерот 837. Если вы желаете принять участие в данном мероприятии, то добро пожаловать тестировать контент, а также писать репорты на форум в случае обнаружения проблем. Те, кто будет активно принимать участие, получат шикарные бонусы на любом сервере проекта Вовсёркл и форумное звание Бета-тестер. На открытом ОБТ будут представлены рейты Х-50, поэтому без проблем вы сможете протестить низкоуровневый и хай-левельный контент. Заходите по ссылочке в описании, затем для подключения к БФА необходимо зарегистрировать новый аккаунт, а после скачивайте сам клиент. Приятной вам игры и удачного тестирования! Наша история начинается за 5 часов до событий Resident Evil 2. Молодой полицейский новичок Леон Скотт Кеннеди направлялся в город Раккун-Сити на своё первое дежурство. Мой путь лежал через лесную дорогу, как вдруг в грузовике закончился бензин. Дело неприятное, тем более Леон уже опаздывал на службу. К счастью, в этой местности располагалась огромная база отдыха. Возможно, там удастся раздобыть бензин. Хлюпая по мокрой земле, я отправился на поиски. Дорога вывела меня к забору, за которым находился отель. Пройдя немного дальше, я увидел весьма неприятную картину, а именно труп, который был очень страшно изуродован. Покойник держал в руке ключ, и я тут же подумал, а почему бы не взять этот ключ себе? Вещь полезная. Да и скорее всего, тут происходят непонятные вещи. Найденным ключом я открыл один из жилых комплексов. Как ни странно, внутри было пусто. И как ни странно, у посетителей был неплохой вкус. В соседней комнате я наткнулся на еще один труп. Он был заляпан кровью. Как вдруг тело начало вставать. Стой! Не подходи! Труп пошел на меня. Я применил кунг-фу. И тут в дверном проеме показался еще один живой мертвец. Затем я вошел в оранжерею, где на меня набросились странные создания. Очень похожие на собак, только без кожи. В другом конце оранжерея лежало еще одно мертвое тело, у которого я отыскал второй ключ. Дела обстоят нешуточные. Трупы оживают, странные собаки, загадки во тьме. В шкафу мне удалось отыскать записку, которая была написана посетителем отеля. Мои друзья странным образом заболевают. Я просто хотел насладиться с ними выходными, но, похоже, придется все перенести. Я уверен, что мы заболели из-за вакцин. Эти сумасшедшие врачи дают их всем. Они говорили, что это для предотвращения болезней от насекомых, которые типичны для этого региона. Если честно, дерьмовое оправдание. Я видел только обычных муравьев и мух. Ничего в них необычного не было. В туалетной комнате находился еще один труп, который стоял на ногах. Похоже, из-за вакцины поехавших докторов тут начались ужасные вещи. Мертвые восстали из могил. С помощью найденного ключа я вошел в огромную комнату. Обыскал стеллажи и, о чудо, еще один ключ. В комнате находился компьютер. Однако, к моему разочарованию, интернет не работал. Интернет не работает. Полазив в файлах, я обнаружил очень интересный документ, который удалось распечатать. Похоже, его куда-то хотели отправить, но не успели. Эксперименты вышли из-под контроля. Т-вирус поражает не только морских свинок, но и весь персонал вместе с учеными. Мы не в состоянии содержать так много инфицированных людей. Все больны. И мы уже знаем, что будет дальше. Ожидаю ваших распоряжений. Далее я вошел в комнату отдыха и ужаснулся. Повсюду валялись мертвые люди. На стеллаже я отыскал ключ, который открывал двери в большой холл. Там находился мужик, вооруженный ружьем. Незнакомец рассказал о том, что Раккун-Сити погиб. Смерть объяла город и соваться туда не следует. А вся эта база отдыха была построена для секретных экспериментов, которые проводила корпорация Амбрелла. Мужик не захотел действовать вместе. По его словам, в комплексе находилось страшное существо. И оно уже вышло на охоту. Он отдал мне отчет, а сам покинул помещение. С помощью Т-вируса мы достигнем нашей цели. Это будет оживление мертвых клеток морских свинок. Похоже, что посетители начинают что-то подозревать. Мы проводили эксперименты Т-вируса над животными. Но для большего эффекта планируется перейти к опытам над людьми. И хотелось бы узнать, когда мне можно будет перейти к изучению Джавируса. Теперь стало более-менее понятно. Группа ученых-вирусологов ставили тут свои безумные эксперименты. Из-за халатности или неосторожности ситуация вышла из-под контроля. Из-за чего возникла катастрофа. Я облуждал по гостиному корпусу в поисках очередных улик. В одном из номеров на кровати лежало изуродованное тело. В руках которого находился вырванный из ежедневника листок бумаги. Для меня уже все слишком поздно. Я заражен. Долгое время мне довелось работать на Яна Мэклера. Исполняя все его поручения. Я никогда не рассказывал о настоящем значении этого места. Но теперь меня предали. Моя кожа начала шелушиться. Стали появляться волдыри, из-за чего все тело ужасно чесалось. Оказалось, что Ян вводил в меня Т-вирус, когда я спал. Скорее всего, ему уже не хватало морских свинок для опытов. И он выбрал меня. Ян Мэклер стал одержимым в своих исследованиях. Ему была противна амбрелла. Я знаю, что происходит после смерти. Выстрел в голову решит проблему. Вскоре за дверью послышался шум. Я вышел в коридор посмотреть, в чем дело. И тут передо мной предстало существо, которое, по всей видимости, раньше было человеком. Оно пошло на меня. В чудовище пришлось всадить полобоймы, чтобы оно пало замертво. Затем я вышел на улицу и направился к следующему комплексу. По пути располагалось что-то наподобие склада. Сверху донизу были расставлены контейнеры, между которых бегали уже знакомые мне собаки. Пройдя немного дальше, я отыскал вход в главный корпус. Внутри помещения царил сущий бардак. Валялась мебель, стены были заляпаны кровью, а на полу лежали трупы. В дальнем углу стояла старая пианино. И, похоже, оно давно не использовалось. Я вышел в коридор, зашел в одну из комнат и обнаружил компьютер, в котором хранился очень интересный документ. Проклятая Амбрелла не выдала мне разрешения начать мои секретные исследования с Джавирусом. Вместо этого они прислали мне миллион долларов, чтобы я закрыл свой секретный проект и продолжил работу над бесполезными тестами Тавируса. Но они даже не подозревают, что я сделаю с их деньгами. Затем я продолжил блуждать по коридору и в одной из комнат встретил милую девицу по имени Айя Крент. Она являлась вип-гостем этого злосчастного заведения. Когда начались ужасы, связанные с оживлением мертвецов, Айя смогла спрятаться в укромном месте. Девушка пыталась открыть сейф, а для этого необходимо отыскать четырехзначный код. По всей видимости, этот сейф хранит в себе секретную информацию. Рядом находился стол, в котором лежала карта-ключ. Далее пришлось пробираться через ходячих мертвецов и с помощью лифта подняться на этаж повыше. Весь персонал и все посетители были мертвы. На стене в одной из комнат висел небольшой шкафчик. Для открытия требуется пароль. Миллион долларов. Получилось. Шкафчик открылся. И там я обнаружил документ. Однако его прочитать не удалось. Меня прервал звук затвора. В комнате находился уже знакомый мужик. Вскоре сюда явилась Айя. Она узнала в мужике Яна Мэклера. Того самого обезумевшего ученого, который все это учудил. Ян начал оправдываться. Рассказывать, как его предали. А вся его деятельность была направлена, чтобы отомстить Амбрелле. С этими словами его тело начало биться в конвульсиях. А затем замертво упало на пол. Я и Айя поспешили в комнату, где находился большой сейф. В то время, когда мы ломали голову, чтобы его открыть, мертвое тело Яна Мэклера зашевелилось и мутировало вот в такое ужасное существо. Покуда мутировавший ученый нас искал, я сумел открыть сейф. Внутри лежал лес бумаги, на котором была написана музыкальная партитура. А как мы помним, в главном холле стояла пианино. Возможно, если мы проиграем мелодию, то прольем свет на дальнейшие загадки. Разумеется, никто из нас толком играть не умел. Мы кое-как пытались нажимать клавиши в нужной последовательности. Таким образом, получалась очень знакомая мелодия. И как раз эта мелодия была своего рода ключом. Открылся путь ко второму лифту, и мы спустились в мрачный подвал. Там нам пришлось в буквальном смысле протискиваться через узкие коридоры. Необходимо было отыскать способ открыть стальные двери. В подвале находился компьютер, в котором хранился документ. Нам известно все ваши действия. Это непозволительно. В связи с этим, мы изымаем у вас все результаты исследований, связанные с Т-ИГ-вирусами, и направляем эти наработки Уильяму Биркину. Теперь он будет заниматься этим проектом, а наш исследовательский центр перебазируется в другое место. После того, как документы были изучены, мы с помощью пульта управления разблокировали дверь, которая вывела нас в длинный широкий туннель. Прямо на проходе были расставлены цистерны с горючей смесью. Я и Айя продвигались вперед, как вдруг за спиной раздался шорох. Из-за угла показался Ян Мекклер. Убить его оказалось не так просто, поэтому пришлось проявить смекалку. А именно заманить Мекклера на бочки, чтобы потом взорвать их выстрелом. У меня все получилось. Чудовище было уничтожено. Обыскав его тело, я нашел карту-ключ. Теперь нужно отсюда выбираться. С помощью найденной карточки мы активировали лифт и поднялись на верхний этаж. Тут перед нами предстало ужасное существо. Смесь человека с насекомым. Мне пришлось немного побегать. А в это время Айя расстреливала мерзкую тварь. Разобравшись с проблемой, мы вышли на улицу и отыскали неплохой джип. Вот как раз на нем мы собирались покинуть это место. Однако бензобак был пустой. Айя решила охранять машину. А я отправился искать канистру с бензином. Особых проблем не возникло. Я отыскал объятую пламенем стоянку, а затем отстрелял собак. Чтобы слить бензин, необходима какая-нибудь емкость. К счастью, неподалеку находился сарай, внутри которого лежал труп. При нем была записка. Похоже, все кончено. Меня заразили Т-вирусом, созданным Яном Мекклером. Этот безумец стал одержимым после того, как Амбрелла забрала все наработки и присвоила себе авторство Дж-вируса. Я работал в охране этого комплекса, добросовестно выполняя свои поручения. Понятия не имею, как я смог заразиться. Рядом с телом стоял стеллаж. Там как раз находилась пустая бочка. Осталось слить бензин и вернуться к джипу. По рации со мной связалась Айя. Связь была настолько плохая, что я разобрал лишь отдельные фразы. Похоже, что ее кто-то похитил. И тут у меня возник выбор, отправиться на поиски Айи или сесть в джип и уехать в Раккун-Сити. Если выбрать второе, Леон просто сядет в машину и уйдет в закат. На этом все закончится, после чего начнется вторая часть Resident Evil. Давайте попробуем спасти Айю. Мне пришлось вернуться на базу отдыха. И покуда я рыскал по коридорам, ко мне кто-то подобрался сзади и сильно ударил по голове. И я оказался в подземном туннеле. И тут возникли две новости. Хорошая и плохая. Хорошая нашлась Айя. А вот плохая, девушку заразили джевирусом. Вдруг возникла еще одна новость. Ужасная. Откуда ни возьмись, выскочил мутированный Ян Меклер. Он разорвал Айю на куски и сразу потянулся ко мне. Поэтому пришлось убегать от этой твари и по возможности отстреливаться. После того, как Ян Меклер был уничтожен, можно спокойно возвращаться к джипу и покинуть это ужасное место. Впереди меня ждал Раккун-Сити и первое мое дежурство. На этом и заканчивается наше приключение. Дорогие друзья, благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите колокола и лайкайте этот ролик. Берегите себя. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok